Ситуация очень непростая, действительно, с бюджетом по всем регионам в России. По ряду субъектов уже действительно имеют место невыплаты заработной платы даже бюджетникам. Очень непростая ситуация с бюджетом в Ненецком автономном округе. И вот в этой ситуации я встречаюсь со своими избирателями. На севере люди живут мудрые. И вот на Руси еще с древних времен, в самые сложные времена, люди умели объединяться. Быть вместе в сложных ситуациях. А когда мы вместе, нам под силу любые проблемы. И вот то, что сегодня происходит с бюджетом, самое главное, самое важное, на мой взгляд, чтобы исполнительно-законодательная власть работали вместе. Понимали друг друга, слышали друг друга. И не только исполнительно-законодательная власть на всех уровнях власти в Ненецком автономном округе, но и руководители предприятий, учреждений, жители округа. Почему? Потому что нам сейчас действительно нужно вот это пережить. Это нужно выдержать. Это нужно выдержать. И, в принципе, в округе сегодня делается, на мой взгляд, все возможное и даже невозможное для того, чтобы удержать ситуацию под контролем. Прежде всего, на мой взгляд, самое главное, что, несмотря ни на какие проблемы, все-таки мы удерживаем социальную поддержку граждан, отдельных категорий граждан. Социальная поддержка у нас одна из лучших в Российской Федерации. И это правильно, поскольку люди живут в условиях Крайнего Севера. И вот здесь мы более... Единственное, что мы сделали, это мы перераспределили. То есть сделали крен большую социальную поддержку тех людей, которые действительно в этом нуждаются. И, на мой взгляд, это тоже очень важно. У нас мы недополучим серьезные средства по СРП, по соглашению по разделу продукции, с учетом того, что нефть сегодня вот порядка 30 долларов за баррель. Поэтому нам надо сгруппироваться, объединиться. И вместе мы все выдержим, все осилим, и все у нас получится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова